Сегодня у нас в гостях Аселья Рогазиева, заместитель председателя Национального агентства по экспорту и инвестициям. Асель Муратовна, добрый день. Спасибо, что согласились принять участие в нашей программе. Сегодня мы поговорим об инвестиционной политике Казахстана. А я напомню телезрителям, что вы тоже можете принимать активное участие в программе и отправлять свои вопросы на наш электронный ящик, который вы видите у себя на экране. Асель Муратовна, давайте начнем. В эти дни в Астане проходит Казахстанско-Китайский инвестиционный форум. Вы можете рассказать, чему он посвящен? Добрый день. На самом деле, вчера и сегодня мы проводим Казахстанско-Китайский форум инвестиционный, который нацелен на то, чтобы создать совместные предприятия с китайской стороной. Мы пригласили более 300 предприятий с китайского делового сообщества, которое могло бы быть заинтересовано в создании совместных предприятий в приоритетных отраслях экономики. Во-первых, это горно-металлургический комплекс, химия, нефтехимия, машиностроение, производство строительных материалов, текстильная промышленность и другие сектора, которые мы считаем важными для развития нашей республики. На сегодняшний день мы договорились, что будет реализовано около 40 проектов на сумму более 22 миллиардов долларов США. И начало реализации данных проектов состоится уже в этом году. Я слышал, что весной до этого года начнется? В принципе, есть предприятия, которые уже довольны на проработанной стадии, уже начинается строительство. Есть предприятия, где разрабатывается ТЭО и обговариваются основные моменты в сотрудничестве. То есть разные проекты на разных стадиях. Но очень много проектов, которые уже на стадии реализации на самом деле. Хорошо, спасибо. И давайте теперь поговорим об основных направлениях инвестиционной политики Казахстана. Вы можете рассказать о законодательстве, в чем инвестиционная привлекательность нашей страны и какие меры предпринимаются для привлечения иностранного капитала в нашу страну. Спасибо за вопрос. Здесь, наверное, нужно сделать акцент на том, что целью инвестиционной политики Казахстана является диверсификация экономики. То есть Казахстан имеет огромные преимущества в этом плане, имея значительное количество различных минеральных ресурсов нефти и газа. Данные ресурсы могут быть использованы для того, чтобы построить в Казахстане заводы с достижением более высокого передела данных ресурсов. Это является целью инвестиционной политики Казахстана. Мы выделили определенные от отрасли экономики, где мы считаем, что Казахстан может достичь конкурентных преимуществ. И прежде всего это те отрасли, которые я уже назвала, те отрасли, где мы сконцентрировались на сотрудничестве с китайской стороной. Также мы хотим в данных отраслях найти партнеров из других стран. Отличительной чертой инвестиционной политики в этом году будет являться то, что мы будем делать акцент на страновое сотрудничество, то есть активное сотрудничество с деловыми кругами стран Азии, стран Европы, стран Ближнего Востока. Где мы считаем, что действительно есть технологии, которые можно перенести в Казахстан, где можно создать совместные предприятия с данными странами и привнести значительный вклад в развитие нашей экономики в сегодняшние нелегкие времена. В принципе, также необходимо упомянуть, что Казахстан довольно значительную работу провел по ознакомлению инвестиционного сообщества мирового о самой стране, о тех условиях, которые существуют в стране, о том новом законодательстве, которое принято в прошлом году. Сейчас мы переходим на следующую стадию, где мы на двустороннем формате отрабатываем конкретные проекты. Примером тому служит как раз-таки Казахстанско-Китайский инвестиционный форум, где мы достигли конкретных договоренностей. Таких же договоренностей мы хотели бы достигнуть с турецкими контрпартнерами, с европейскими контрпартнерами, с контрпартнерами из региона Middle East. Давайте теперь поговорим о законодательстве. Какие существующие льготы для инвесторов? С прошлого года в Казахстане были применены значительные поправки в инвестиционное законодательство, которые были нацелены на то, чтобы Казахстан стал более конкурентоспособным в мировой конкуренции за инвестиции. Она является очень интенсивной на данный момент. Те инвесторы, которые готовы привнести инвестиционный вклад в развитие нашей страны в размере 20 миллионов долларов и выше, могут рассчитывать на значительные преференции, а именно 30% до 30% возврата от инвестиционных вложений в нашу страну, безналоговый режим работы в течение 10 лет по основным налогам, свободный ввоз рабочей силы для того, чтобы реализовать свои проекты, ну и также безвизовый въезд в страну для тех стран, которые являются самыми активными в инвестиционном плане. Хорошо. Со временем обретения независимости Казахстана, сколько привлечено иностранного капитала, и какая страна доминировала в структуре предприятий, в структуре валового притока иностранных прямых инвестиций? По статистике Национального банка с 2005 года в страну было привлечено более 200 миллиардов долларов США, и основными странами-партнерами для нас являются Европа, Америка и Китай. На данный момент мы прорабатываем сотрудничество с данными странами, но уже теперь в более конкретных отраслях, в тех нишах, которые мы считаем перспективными. Мы идентифицировали 150 инвестиционных ниш, которые возможно занять. То есть это те ниши, где существует потенциальный спрос на продукцию, где можно произвести импортозамещение, и где есть действительно огромный потенциал по экспорту. То есть вы можете привести несколько примеров вложений иностранного капитала в Казахстан? Может быть, есть наиболее яркие примеры? На данный момент в Казахстане создано более 130 предприятий совместных с иностранными партнерами. Из них можно отметить, что около 50 предприятий являются крупными транснациональными корпорациями, и очень многие из них успешно реализовали свои проекты уже в Казахстане. В принципе, можно отметить такие предприятия, как General Electric, который реализовал проект по производству локомотивов, Danone и Coca-Cola в производстве пищевой промышленности. Есть также предприятия, которые реализовали свои проекты в строительной отрасли, в нефтехимии. И, в принципе, наверное, еще можно отметить Toyota, которая успешно произвела свой проект в машиностроении. В принципе, мы считаем, что данные ключевые инвесторы являются положительным примером для других иностранных инвесторов, которые рассматривают Казахстан как потенциальное место для вложения инвестиций, и Казахстан как надежного партнера в инвестиционном сотрудничестве. И вот известно, что вы проводите так называемый roadshow, серия выездных встреч для привлечения инвесторов. Расскажите, в каких странах побывали и что вы делаете для того, чтобы определенный бизнесмен, то есть, скажем, заинтересовался нашей страной? Да, roadshow является очень важным для нас инструментом для того, чтобы мировое сообщество узнавало о том, какой является страна Казахстан, какие здесь есть инвестиционные возможности, куда можно вложить средства и как можно заработать деньги совместно с казахстанскими партнерами. В предыдущие годы мы проводили roadshow, которое рассказывало в целом о том, какие ресурсы у нас имеются, какие у нас трудовые ресурсы имеются, какие у нас земельные и минеральные ресурсы в стране могут быть предоставлены для реализации своих проектов. В этом году мы делаем акцент на более точечный, двусторонний формат общения с инвестором, то есть мы выявляем те приоритетные ниши, которые могут быть реализованы с той или иной страной. То есть мы смотрим отдельно на определенную страну, смотрим, какие есть преимущества конкурентные у данной страны и пытаемся найти совместные проекты в этих отраслях. Вот этот акцент, он очень важный, потому что он как раз таки позволяет создать те предприятия, которые будут действительно использовать те возможности инвестиционные, которые есть в Казахстане. Вот я знаю, что за последний год вы объездили порядка 10 стран, на примере Сингапура можете привести какие-то примеры или какую-то другую страну? Ежегодно мы проводим около 4-5 таких инвестиционных роуд-шоу. В этом году мы также планируем проводить такие роуд-шоу, то есть, как я уже сказала, на двустороннем формате. Наверное, мы проведем глобальное роуд-шоу в азиатском регионе, где нас еще знают не так хорошо, как в Европе и Америке. Мы будем продолжать также сотрудничать с Европой и Америкой. То есть, в принципе, в целом мы можем сказать, что по итогам предыдущих лет в среднем мы проводим около 4-5 инвестиционных роуд-шоу от имени Казнекс Инвест. И также в государстве есть различные инструменты, межстрановые различные комитеты по инвестиционному сотрудничеству со странами. То есть, мы хотим использовать все эти возможности для того, чтобы найти интерес с двух сторон и реализовать те проекты, о которых я говорила. А вот о количестве проектов, сколько их на сегодняшний день? Вы примерно можете назвать цифру? Проекты, которые мы хотим реализовать в Казахстане, мы уже идентифицировали те проекты, которые можно реализовать, где есть уже местный партнер. Их количество составляет около 70 инвестиционных проектов. То есть, мы, как я упомянула, вчера достигли новые соглашения. То есть, плюсом к существующим 70, мы имеем около 40 уже с китайской стороной. Мы также планируем проведение таких же встреч на высокого уровня с Турцией, где мы также... Турция также считается для нас довольно важным партнером, где мы видим возможности реализации инвестиционных проектов. То есть, мы ожидаем, что в рамках таких двусторонних встреч, мероприятий, мы будем увеличивать количество инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы в ближайшие два года в Казахстане. Ну вот и в условиях нестабильности на мировом финансовом рынке не уменьшился ли поток иностранных вложений и количество предприятий с участием иностранного капитала в стране? Как вот сейчас? Ну да, вопрос такой очень важный. На самом деле мы считаем, что те времена, которые сейчас мы переживаем, они на самом деле очень интересные. То есть, как известно, все крупные миллиардеры в мире сформировали свой капитал как раз-таки в такие времена, нестабильные. То есть, это самое лучшее время для того, чтобы осуществлять инвестиции. В данное время дешевеют ресурсы, появляются те возможности, которых раньше не было или просто не было возможности их реализовать ввиду стоимости данных проектов. Я считаю, что в Казахстане в данный момент отличное время для того, чтобы произведить капитальные закупки, то есть, оборудование и так далее, ввиду того, что сейчас есть возможность покупать такое оборудование из соседних стран довольно дешево. То есть, в данной ситуации необходимо находить позитивные моменты и пробовать их реализовать в пользу нашей страны. Поэтому я хотела бы также добавить еще один момент такой, что для того, чтобы мы более активно реализовывали со своей стороны, со стороны агентства государственного по привлечению инвестиций, сотрудничество с иностранными партнерами, нам необходимо мобилизовать ресурсы, которые у нас есть в стране. Поэтому я бы хотела привлечь к активному сотрудничеству Акиматы, региональные органы для того, чтобы идентифицировать те проекты, которые у нас есть в стране, где необходимы инвестиции. Вот эта задача стоит сейчас перед нами как самая основная, наверное, потому что мы сформировали базу инвестиционных проектов, такую хорошую площадку при агентстве, где инвестор может найти на одной площадке информацию о всех проектах в стране, где можно реализовать проект. То есть, где можно найти партнера, где есть уже определенные наработки. Поэтому я призываю наше бизнес-сообщество активно сотрудничать с государством. Данные времена как раз-таки очень интересны для того, чтобы находить такие инвестиционные ниши. И мы со своей стороны готовы поддерживать такие проекты. Вот если в крупных городах Астана, Алма-Ата, все понятно, да? Многие хотят ехать сюда, вкладывать деньги. А вот в регионах как обстоит ситуация? На самом деле в регионах тоже существует довольно много возможностей реализовать данный проект. Как известно, у нас существует 10 специальных экономических зон, где разработалась специальная промышленная инфраструктура для реализации проектов. То есть вот эти специальные экономические зоны мы сейчас продолжаем развивать их для того, чтобы создавать возможности находить месторасположение для проектов. Поэтому я бы сказала, что сейчас самое то время, когда регионы должны развиваться. То есть мы со своей стороны готовы поддерживать развитие данных регионов и привносить вклад в виде привлечения иностранных инвесторов в те или иные регионы страны. Сейчас очень важно, что данные регионы также будут сотрудничать тесно с нами, с нашим агентством и предоставлять данную информацию. Последний вопрос. Имеют ли иностранные компании возможность создать с участием казахстанских партнеров совместные предприятия в Казахстане, где использование зарубежных технологий отечественного сырья позволит повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции? Ну, однозначно да, ответ да. То есть это на самом деле является и целью всей нашей работы. То есть мы хотим существующие ресурсы в Казахстане, скажем, синтегрировать с теми технологиями, которые есть в мире, и создать успешные проекты на территории Республики Казахстан. Хорошо, Асель Мурат, но, к сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо вам большое за такую плодотворную беседу, и я вам желаю успеха. А я напомню, что сегодняшним гостем в нашей студии была заместитель председателя Национального агентства по экспорту и инвестициям Казанэксинвес Асель Хергазиева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова